здравствуйте дорогие рукодельницы гости подписчики моего канала я вам обещала разобрать очень красивый узор сетки спицами по модели дизайнера брунелла кочанели смотрите какая оригинальная фактурная вязка получается узор полупрозрачный то же время он такой объемный и очень эффектный я думаю вязать таким узором можно как летние вещи так как он такой легкий полупрозрачный так и теплые вещи допустим из полушерстяной пряжи как вот связано с рукавка такая будут тоже очень эффектно смотреться вначале я увидела модель и схему к ней но схема была ошибочной и первый образец вот у меня связался вот такой узор тоже в принципе интересная ажурная вязка получается но эффект все-таки не тот кому понравился этот узор переходите по ссылке под видео там я его подробно разобрала но а в этом видео я вам покажу правильный вариант вязание вот такой красивой оригинальной сетки и я составила схему сейчас вам покажу смотрите схема здесь в принципе повторяется всего 4 петли раппорт ширину составляет 4 петли а плюс 1 петля и плюс 2 кромочных то есть при наборе начального ряда учтите 4 умножайте на количество повторений плюс 1 и плюс 2 кромочных и далее после первого и второго ряда третьем ряду узор смещается на одну петлю и немножко изменяется но здесь принципе очень простые элементы вязания а единственное что я наш на чем заострю внимание это как провязать 3 петли вместе лицевой с центральной выделенной петлей но остальное это лицевые накиды изнаночной и 2 петли провязаны вместе с наклоном влево и вправо вот можете заскринить схему узора и начинать вязать я набрала для второго образца петли провязала несколько рядов резинки чтобы начальный край не закручивался и начинаю вязать первый ряд начинаю вязать первый ряд узора первая петля кромочная и и просто снимаю далее начинается первое повторение раппорта в ширину первая петля лицевая далее накид и после три петли вяжем одной лицевой так чтобы центральная петля оказалась сверху и для этого я вначале снимаю первые две петли завожу спицу за вторую петлю центр и так перекручиваю их и переснимаю вновь на левую спицу и смотрите у меня вторая петля оказалась впереди теперь ввожу спицу в центр трех петель и провязываю их за вторые стеночки одной лицевой и смотрите у меня центральная петля оказалась сверху после трех петель вместе делаю накид и повторяются эти действия лицевая накид 3 петли вместе в начале меня петли местами затем провязываю 3 петли вместе одной лицевой за вторые стеночки и накид и повторяю эти действия заканчиваю вязать первый ряд и в конце у меня остается две петли после повторений по 4 петли и провязываю последние две петли это лицевая и кромочная кромочную я буду провязывать всегда изнаночной и в начале следующего ряда снимать эту петлю не провязывая нить за работой вот первую петлю снимаю и далее вяжу второй ряд при вязании второго ряда провязываем все петли получаются изнаночные петли по рисунку здесь у меня 1 идет изнаночная провязываю изнаночной а накиды провязываю лицевыми и идет чередование изнаночная лицевая накид изнаночная накид лицевой и так выполняем этот ряд начинаю вязать третий ряд и в третьем ряду мы немножко и смещаем узор и меняем повторение элементов первая петля кромочная и в начале первые две петли мы провязываем с наклоном влево для этого спицу ввожу в центр двух петель и провязываю их лицевой за вторую стеночку и смотрите петелька сверху смотрит лево далее идет повторение раппорта накид лицевая накид и после три петли в месте вяжем лицевой так чтобы центральная петля оказалась сверху то же самое снимаем вначале две петли переворачиваем их и переснимаю на спицу так чтобы центральная петля оказалась сверху и провязываю за вторые стеночки одной лицевой и повторяются эти четыре действия накид лицевая накид то есть у нас поменялись местами лицевая и три петли вместе и далее три петли вместе переснимаю петли и провязываю вместе лицевой и повторяю накид лицевая накид переснимаю петли и провязываем вместе лицевой и так заканчиваю третий ряд и в конце ряда у меня осталось 4 петли но последняя петля кромочная и последнее повторение узора вижу так накид лицевая накид и вместо трех петель вместе вяжу 2 петли вместе лицевой за переднюю стеночку то есть у нас наклон петли идет вправо и последняя петля кромочная провязываю изнаночной поворачиваю работу и четвертый ряд и далее все четные ряды мы вяжем точно также то есть одинаково вот первая петля идет изнаночная провязываю изнаночной и накиды накид провязываю лицевой идет чередование изнаночная лицевая изнаночная лицевая кстати четные ряды у нас провязываются по лицевой стороне они четные провязываются по изнанке начинаю вязать пятый ряд из пятого ряда мы начинаем повторение раппорта высоту то есть первого по четвертый ряд мы вяжем с пятого по восьмой ряд 5 6 7 8 1 петля кромочная и здесь идет лицевая накид 3 петли вместе тоже самое переснимаем первые две петли меня их местами и провязываем 3 петли за вторые стеночки лицевой после накид и идет повтор и сейчас я провяжу несколько рапортов высоту и покажу как смотрится узор друзья я связала второй образец мне даже больше нравится как выглядит такая сетка из яркой пряжи это тоже хлопок вязка такая фактурная получается полупрозрачная но в то же время объемная и здесь хлопок из серой ниточки вот замечательный узор берите его себе на заметку с таким узором можно связать стильный пуловер без рукавку также я думаю шикарно будет смотреться вязаны летний топ полуажурный и любые жакеты такие свободы в свободном стиле тоже будут прекрасно смотреться с таким узором спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал до новых встреч